В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Памятники и обелиски участникам Великой Отечественной войны готовят к празднику. Замену плитки, если это необходимо, брусчатки, приведение в порядок зеленых насаждений. В Видновском художественно-техническом лицее прошел урок мужества и силы в правде. Все мои ребята, у всех есть семьи, все хотят побыстрее, чтобы все закончилось, чтобы вернулись все домой, живыми и здоровыми. В историко-культурном центре готовится к открытию очередная персональная фотовыставка оператора Первого канала, видновчанина Владимира Гриневича. Наши бойцы чувствуют поддержку тыла, чувствуют нашу поддержку. Это заключается во всем. Накануне празднования Дня Великой Победы в надлежащий вид приводят памятники и обелиски, находящиеся на территории Ленинского округа. Помывка, покраска, обновление деталей – все это входит в работу по содержанию памятных мест, которые занимаются сотрудники МБУ благоустройства. Замену плитки, если это необходимо, брусчатки, приведение в порядок зеленых насаждений. То есть все объекты благоустройства, связанные с памятью Павшим в Великой Отечественной войне, приводятся в порядок 9 мая. В поселке Володарского памятник Павшим воинам в Великой Отечественной войне приводят в порядок сразу 10 человек. В помощь им средства малой механизации. Порядка 40 объектов необходимо привести в порядок к празднику. В этой работе помогают территориальные отделы и местные жители, которые участвуют в субботниках, убирают территории не только у обелисков, но и в местах захоронений своих земляков, погибших во время Великой Отечественной войны. На сегодняшний день практически все мемориалы уже выглядят достойно. В Витненском художно-техническом лицее прошел урок «Мужество. Сила в правде». Со школьниками встретился участник специальной военной операции Михаил, который сейчас находится в отпуске. Он рассказал ребятам про службу и ответил на вопросы. Подробнее в репортаже Юлии Погасьян. Коренной житель города Видное, выпускник школы номер один Михаил, считает себя истинным патриотом. Служил в армии по этому повестке, а мобилизации не удивился. Сейчас он участник специальной военной операции «Защищает Родину». Мне было тяжело оставить семью, но я не испугался. Я пошел. Я знаю, что многие даже за границу уехали, испугались. У нас стать на защиту Родины. Я поступил иначе. Я пошел защищать Родину. Не знаю даже сейчас, насколько мобилизованно. Неизвестно, насколько. Вот я полгода отслужил, приехал на ненадолго в отпуск, чтобы повидаться с родными. Время Михаил нашел и для участия в уроке мужества. С таким предложением к нему обратился друг детства, депутат Павел Русаков. Здесь, в Видновском художественно-техническом лицее, собралось несколько десятков старшеклассников из разных школ города. Многие из них собирают гуманитарную помощь бойцам СВО. В частности, и поэтому Михаил захотел лично познакомиться с ребятами и поблагодарить за их поддержку. Спасибо за то, что вы нам такие слова поддержки оказываете. Они очень помогают. Порой, когда совсем тяжело, когда хочется домой. Всех хочется домой. Все мои ребята, у всех есть семьи. Все хотят побыстрее, чтобы все закончилось. И чтобы вернулись все домой живыми и здоровыми. Мы очень верим в этих людей. Мы очень за них болеем. Мы очень за них за всех переживаем. Потому что нас это все равно в какой-то мере касается. Удачи. Я уверена, что мы победим. Победа будет за нами и все будет хорошо. Да, я тоже хочу пожелать им удачи, чтобы они не падали духом и чтобы это все поскорее закончилось. Вопросов у ребят было много. Спрашивали про обстановку на фронте, про быт, вооружение, про личный опыт участия в боевых действиях. Интересовали школьников совсем не детские темы. Поговорили о чувстве страха, отваге, любви к родине. Мне достаточно полезно узнать из первых уст о подробной ситуации, то, как все это происходит. И может некоторому научить старшеклассников. Это действительно важная тема, которую должны знать и понимать все граждане нашей страны и не только они. И поэтому действительно информации было много, интересно было. Где-то грустно, где-то наоборот немножечко надежда какая-то. Уже после мероприятия ученики долго не отпускали гостей. Отрадно, что сегодняшние школьники живо интересуются историей. Старшеклассникам это интересно. То есть они читают новости, они смотрят, они пытаются разобраться. И поэтому они пришли сюда, чтобы, скажем так, наживую понять непосредственно от участника те вопросы, которые, скажем так, в широком формате не освещаются в СМИ. Мне показалось, что мы с Михаилом широко достаточно рассказали и где-то какие-то маленькие такие вот событийные вещи, чтобы человек смог хотя бы чуть-чуть понять, как это находиться просто в зоне ИСУ, а тем более уже быть бойцом с его сложным и непростым бытом там. Совсем скоро Михаил снова вернется на службу. Говорит, уже соскучился по боевым товарищам. А мы будем ждать наших ребят с победой. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, ВиднетВ. В преддверии 9 мая наш народный корреспондент Мила Зернова вышла на улицы города Видное, чтобы узнать у жителей, с каким настроением они готовятся встретить праздник Великой Победы и как они хранят память о своих родственниках, героях Великой Отечественной войны. Так как в этом году изменился формат празднования Дня Победы, но наш верный бессмертный полк обязательно пройдет. Ведь бессмертный полк невозможно остановить, и мы нашли способ его продолжить. Ведь это очень важно для каждой семьи, особенно сейчас. В этом году отменили бессмертный полк. Он пройдет онлайн. Вы будете участвовать? Или когда-нибудь, может быть, вы участвовали до этого? Ни разу не участвовал. Хотите поучаствовать? Хочу. Наверное, буду. У меня отец воевал. Он с 41 по 43 год воевал. Был ранен. Его комиссовали. И он умер только в 52 году. В бессмертном полку участвуете? Да. Буду, конечно. Вы всегда участвовали? Обязательно. Как же так же? Два деда воевали. Дядька в 41 году сгорел в самолете под Псковом. Как это так? Я что, забыл о них, что ли? Что, я не казак, что ли? Участвовали, но не всегда. Когда здесь вот по-видному проходили, было такое, да, но не всегда. Прадеды все, которые воевали. К сожалению, я их не застал. Но, естественно, я их всегда почитаю. В этом году изменился формат бессмертного полка. Он будет проходить онлайн, не оффлайн. Вы будете? У меня, к сожалению, я искал, я не мог найти фотографии. Так бы с удовольствием это посетило бы мероприятие. Все мои родственники участвуют каждый раз. Наверное, да. Фотографии есть. На машину еще хотели сделать, приклеить. На машине тоже я читала, что можно. Вот на машину хотим тоже фотографии. Будем каждый год участвуем. В интернете вставили. Будете участвовать в бессмертном полку? В бессмертном полку, да. Каждый год. Отменили. Будет онлайн? Онлайн? Ну, скорее всего, наверное, да. Скажите, пожалуйста, что для вас означает праздник 9 мая? Надо подумать. Ну, прежде всего, 9 мая. Ну, это такой день, когда важно вспоминать о том, кто мы, какой мы народ. О сильных представителях нашего народа. Потому что они свою жизнь, в общем-то, положили на то, чтобы сейчас хорошо жили мы. Вот, поэтому, прежде всего, это день памяти. Наверное, у каждого он свой, в зависимости от истории семьи. Это праздник великий. Мои два дедушки воевали. Для меня это что-то такое вот грандиозное. И дай бог, чтобы всегда была победа. Это наша гордость, защита наша. Это самый знаменательный день. День победы. Праздник такой большой, когда наши деды выиграли эту войну, чтобы вот мы жили мирно, счастливо, спокойно. И вырастили своих внуков и детей. Девятое мая. Ну, это любимый праздник. Ну, папа у меня не воевал, но как бы служил на границе, на Дальнем Востоке. Ну, для нас всегда это был праздник. Это знаменательный день, когда наши отцы, деды и прадеды воевали за нас. За мирное небо над головой, которое у нас сейчас есть. Это вспоминания о бабушке, о дедушке, которых уже нет. Это тяжелый праздник. Это понимание то, что... Это случилось тогда, и мы до сих пор вспоминаем наших родителей. Про бабушек ездить на кладбище. А сейчас пытаемся рассказать своим детям, показать, что важно сохранить эту память. Пусть будет мир на нашей планете. И вот с таким духом патриотизма нашей страны и нашего города мы знаем точно, что нас ждет победа. С праздником! Напомним, что в этом году акция «Бессмерный полк» пройдет только в онлайн-формате. Фотографии героев телеканал «Видное ТВ» покажет в прямом эфире благотворительного марафона с победой в сердце. Смотрите его от 9 мая с 11 до 15 часов. Также портреты участников Великой Отечественной войны будут размещены в газете «Видновские вести», в наших социальных сетях и на экране кинотеатра «Искра». Герои должны идти победным строем в любые времена. 5 мая в историко-культурном центре открывается очередная персональная фотовыставка оператора Первого канала, жителя города «Видное» Владимира Гриневича. Снимки, представленные на ней, широкая публика увидит впервые. Они сделаны во время недавней командировки Владимира в зону специальной военной операции. В настоящий момент идут последние приготовления к открытию экспозиции. За ними наблюдал наш корреспондент Максим Козлов. Привычными жестами оператор и фотограф Владимир Гриневич вставляет снимки в рамы и приделывает фурнитуру. Ему не впервой. В Видновском историко-культурном центре откроется уже четвертая его персональная выставка. И она очередная попытка переосмыслить события, происходящие сейчас на Украине. На этой выставке зрители познакомятся с людьми, с теми людьми, которые сейчас находятся на войне, которые защищают нас. Это выставка вообще о людях, в первую очередь. До этого были немножко другие выставки, а это именно о людях выставка. Открытию предшествовала большая подготовка. Около 150 фотографий сделал Владимир Гриневич в ходе недавней командировки в зону СВО в феврале и марте нынешнего года. Из них требовалось отобрать около 900. Конечно, они устали. Они все хотят домой, потому что уже всех, кто-то уже с самого начала находился. В зеркало нашего времени под таким названием откроется нынешняя фотовыставка. По замыслу автора, оно отражает тот факт, что через много лет, в том числе и эти снимки, будут рассказывать потомкам о сегодняшних событиях. Артиллеристы. То есть артиллерия настолько, сами понимаете, ох войны, такую мощь, что они могут изменить ландшафт. Определенной сложностью для автора и организаторов выставки стало составление плана размещения снимков. Важно, чтобы для зрителей они сложились в условную законченную историю. Еще одна идея, которую хотел донести автор – неразрывная связь тех, кто сейчас с оружием в руках отстаивает интересы России и тех, кто остался дома. Наши бойцы чувствуют поддержку тыла, чувствуют нашу поддержку. Это заключается во всем. Начиная от детских писем, они очень трепетно относятся к тем посылкам, которые мы им собираем. А это какие-то средства личной гигиены, нательное белье и все прочее. То есть любая помощь фронту, которая доходит туда, она просто бесценна. Одновременно с выставкой в историко-культурном центре фотоматериалы будут представлены питерской публике. В ближайшее время экспозиция работ Владимира Гриневича откроется в Санкт-Петербургском военно-историческом музее артиллерии инженерных войск и войск связи. Максим Козлов, Сергей Ларин, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ. В дошкольном отделении областного центра диагностики, образования и коррекции в Расторгуеве прошел концерт, посвященный грядущему Дню Победы. Воспитанники и их наставники подготовили интерактивное представление с песнями и театральными миниатюрами. До Дня Победы остаются считанные дни. Педагоги образовательных учреждений муниципалитета не только проводят уроки памяти, но и совместно с ребятами готовят праздничные концерты. В дошкольном отделении областного центра диагностики, образования и коррекции в Расторгуеве провели интересную интерактивную программу, посвященную защитникам Родины. Они всегда вовлечены, они просто по-разному все могут поучаствовать в таких мероприятиях, но тем не менее участие, причастность к стране, причастность ко всем мероприятиям, они должны чувствовать это с детства, понимать, что и дедушки служили, и сейчас папы служат. И чувствовать причастность именно к своей стране, к своей Родине. И такие мероприятия, безусловно, нужны. Почетными гостями праздника стали семьи мобилизованных. Видновчанка Юлия Илюшкина вместе с детьми старается не пропускать подобные мероприятия. Очень часто зовут на мероприятия, и администрация звонит, зовет на разные концерты, утренники детские, спектакли. Также есть в видном клубе жен мобилизованных. Это отвлекает от как раз плохих мыслей жен и семей, которые в ожидании своих близких. Также концерт посетили представители администрации Росгвардии и муниципальные депутаты. 9 мая это один из основных, я считаю, что в жизни каждого российского человека праздников. Сегодня наши зачинники защищают во время спецоперации, проведения спецопераций, а завтра, для того, чтобы завтра это не оказалось на нашей территории. Ребята пели, танцевали, читали стихи и разыгрывали миниатюры. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете, только ты и я. А зал подпевал маленьким артистам и поддерживал аплодисментами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова